Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некоторые послабления. Начиная с 9 июня в ЗАГСах разрешаются свадебные церемонии, но присутствующих должно быть не более 10 человек. Кроме того, открываются библиотеки. При этом читальные залы будут закрыты, но на дом книгу взять будет можно. Профессиональные спортсмены и члены сборных команд области и страны теперь могут тренироваться не только на открытом воздухе, но и в помещениях при соблюдении требований, уточнил губернатор. Масочный режим по-прежнему действует. Организации обязали не разрешать вход в помещение тем, кто придет без средств индивидуальной защиты. Контролировать соблюдение посетителями масочного режима будут руководители социальных учреждений, продуктовых сетей, аптек, а в общественном транспорте – кондукторы. Городские власти со среды в Самаре будут проводить рейды. Руководителям учреждений и торговых сетей, в которых будет нарушаться режим, грозят штрафы. Кроме того, будет работать горячая линия, на которую любой желающий сможет позвонить, чтобы рассказать, где в Самаре не соблюдается масочный режим. Подробности в сюжете Марии Левиной. Медицинская маска уже успела стать привычным аксессуаром для многих самарцев. Масочный режим действует в области с 1 мая. Пользоваться средством индивидуальной защиты необходимо во всех общественных местах, в том числе во всех помещениях – магазинах, аптеках, социальных учреждениях, а также транспорте. Однако сейчас, согласно новому постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, масочный режим усиливается. Теперь ответственность за его соблюдение возложена и на юридических лиц. Сегодня состоялось заседание городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, где глава Самары Елена Лапушкина дала поручение по реализации постановления на территории Самары. Сейчас любые организации, где люди должны находиться в масках, могут гражданина на законных основаниях туда не пустить. Правонарушителям в данном случае выступает как организация, которая допустила нахождение гражданина без маски в своем помещении, в частности магазин, например, розничной торговли, ну и также гражданин. Следить, надевают ли самарцы средства индивидуальной защиты, должны руководители бизнеса, учреждений, продуктовых точек и аптек. В противном случае их ждет штраф. Причем под административную ответственность попадают не только юридические лица, но и сами граждане без средств индивидуальной защиты. Главная цель – это не оштрафовать, говорит глава города Елена Лапушкина, а позаботиться о безопасности самарцев. Будут проводиться контрольные проверки. Завтра мы максимально будем оповещать все учреждения о том, что введено вот это изменение. А уже со среды, конечно, будут проводиться контрольные проверки, контрольные мероприятия. Очень надеюсь, что штрафов не будет, потому что все люди поймут свою ответственность. На этой неделе в Самаре планируют запустить общегородскую горячую линию, куда любой желающий сможет позвонить и сообщить о нарушении масочного режима. Мария Левина, Николай Епифанов, События. В самарских детских садах продолжают работать дежурные группы. В муниципальных садах такие группы посещают 7 тысяч детей. Еще почти 3 тысячи ходят в частные детсады. В каждом саду количество групп варьируется от 3 до 7, в зависимости от возраста дошколят. В группах не более 15 малышей. Для того, чтобы отдать своего ребенка в дежурную группу, необходимо предоставить справку с места работы. Все дети, родители, которые попадают под список распоряжения губернатора Самарской области, конечно, устроены в детских дежурных группах. Мы никому не отказываем. Тот перечень документов, то есть справка, что родители работают, предоставляет, и мы представляем все места. Потребности мы всех удовлетворили. И если есть какие-то вопросы, то я лично, как руководитель департамента образования, слежу за тем, чтобы соблюдались права каждого ребенка. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 86 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 3200 человек. Такие данные в понедельник 8 июня опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. В Самарской области 1449 человек выздоровели и выписаны. 29 пациентов скончались. Из них двое за последние сутки. Городские власти, полицейские и члены общественного совета не устают напоминать самарцам о соблюдении мер безопасности во время прогулок в парках и на набережной. Нужно сохранять социальную дистанцию и надевать маски. На этот раз правоохранители и общественники вышли в парк Гагарина. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа. Вы понимаете, почему полтора метра, да? Да, да, да. И готовы это исполнять? Да, в смысле? А? Ну, желательно, раз. Вы же понимаете, это не желание кого-либо, а это меры предоставления. Вежливо и с уважением посетителям парка напоминают о необходимости соблюдать дистанцию. Требования Роспотребнадзора продолжают действовать и сейчас, когда все общественные территории открыты. Совместный рейд провели в парке Гагарина полицейские Самары и представители общественного совета при городской полиции. Вот эти вот точные коммуникации, которые сегодня происходят, они наиболее важны именно от представителей не только органов власти, к которым выступают сотрудники органов внутренних дел, но и общественного совета, который представляет общественные институты. Прогуливаться в парках сегодня можно по двое с соблюдением социальной дистанции, но не собираться большими компаниями. В парках тоже необходимо соблюдать меры предосторожности, желательно гулять по двое, соблюдать дистанцию. Что же касается детских площадок, то по отношению к ним ограничения пока не сняты. Об этом тоже напомнили в ходе рейда. Кроме того, сегодня самарцам вручили памятки о том, что в условиях противоэпидемических мер участились случаи мошенничества. Брошюры рассказывают, как распознать обман и не попасть на удочку сомнительных доброжелателей. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Салют Победы в этом году смогут увидеть больше горожан, чем в прошлые годы. Все потому, что праздничный фейерверк будет свой в каждом районе города. Об этом сегодня говорили на совещании в городадминистрации. Подготовка города к параду идет полным ходом. Скоро начнется монтаж центральных гостевых трибун на площади Куйбышева. Олег Зверев ознакомился с планами. Салют Победы свой в каждом районе. 24 июня праздничный фейерверк окрасит небо в разных точках Самары. Так, чтобы все горожане смогли увидеть его, не уезжая далеко от дома и не скапливаясь в центре города. Поскольку в Самаре по-прежнему действуют противоэпидемические меры. Такое решение было принято сегодня на совещании в городской администрации. Люди, конечно, очень соскучились по массовым мероприятиям. Я прошу вас провести салют. 24 числа, чтобы у людей была альтернатива набережной. Салюты в районах будут не менее яркими и зрелищными, чем в исторической части города. Залпы будут даны в парке имени Гагарина, на стадионе в поселке Управленческом, в парке Победы и возле Дворца культуры Нефтяник. Подготовка города к параду Победы стартовала. На площади Куйбышев начинается монтаж трибун для ветеранов. И хотя вопрос об их присутствии пока остается открытым, власти продумывают, как безопасно рассадить приглашенных. Центральную трибуну новую приобрели в честь 75-летия Победы, потому что она уже морально устарела. Мы ее начинаем собирать уже со среды. Кроме того, она будет оформлена в соответствии с бренд-буком юбилея. Абсолютно новая трибуна из крепких материалов. Также у нас будет установка двух гостевых трибун. Предполагается организовать посадку приглашенных ветеранов в шахматном порядке, чтобы между ними можно было установить прозрачные пластиковые ширмы. Город готов к тому, чтобы доставить ветеранов к месту действия и обратно. Но это только в том случае, если к 24 июня противоэпидемические ограничения будут сняты. Олег Зверев, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Первая совместная тренировка пеших и механизированных колонн по подготовке к Параду Победы в Самаре прошла сегодня. Репетицию провели на Кряжском военном аэродроме. Из-за карантина доступ для СМИ был ограничен. Кадры опубликовала пресс-служба. С подробностями наш корреспондент. Знаменная группа выходит под звуки марша «Священная война» в масках и белых парадных перчатках. Они обработаны антисептиком. Соблюдение санитарных норм не просто требование Роспотребнадзора. Это воинская дисциплина, цель которой исключить возможность рисков для всех участников парада. Товарищ гвардии генерал-лейтенант, войска Самарского гарнизона для парада во знаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне освоены. Это уже вторая по счету репетиция парада, которая пройдет на площади Куйбышева 24 июня. Она состоялась на Кряжском аэродроме и из-за противоэпидемических мер доступ СМИ был ограничен. Это кадры пресс-службы. Во время первой репетиции военнослужащие и силовики отработали прохождение пеших расчетов, а сегодняшняя тренировка совместная – пеших и механизированных колонн. Водители и медики отработали слаженность действий в Управлении военной техники в парадном строю. Для синхронных действий требуется умение поддерживать определенную скорость движения и выполнить различные маневры, и при этом не нарушать единого строя. В день парада по площади Куйбышева проедут бронированные автомобили Тигр СПН, БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот», танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские орудия 2С19МСТАС, зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21ГРАД. Чтобы не повредить асфальт на площади Куйбышева и прилегающих к ней улицах, всю гусеничную боевую технику оборудуют специальным комплексом гусеничных лент с асфальтоходными башмаками. Анатолий Головко, Олег Зверев. События. Обустроить возле музея Самарокосмическое парк «Союз». С такой инициативой вышли жители домов на улице Луначарского. Они собрали несколько сотен подписей и пришли со своей идеей на прием к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Встречу с инициативной группой он провел в режиме видеоконференции. У жителей домов по улице Карла Маркса другая проблема. Они возмущены незаконным строительством, развернувшимся по соседству. Обо всем подробнее Лариса Шалафаст. Жители домов на проспекте Карла Маркса возмущены развернувшейся под окнами стройкой. Застройщик уже построил две высотки, теперь рядом хочет возвести еще два здания. Но люди выяснили, что разрешение на строительство пока не получено. Жители подготовили коллективную жалобу на застройщика. Со своей проблемой пришли на прием к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Министерство строительства на данный момент не дало разрешение на строительство. Застройщик продолжает вести действия по строительству. Снос деревьев, спил. Сейчас не знаем, как нам быть. Потому что детские площадки перед дворовой территорией нас лишают. Если начнут строить, то мы будем иметь только участок асфальтированной дороги. Есть у нас переписка с городом по этому поводу. Из нее следует продление договора о развитии застроенной территории. Ему не продлевается. Что предлагаю сделать? Предлагаю нам организовать выезд на место. Я сам подъеду. Следующий свой приезд. На месте вместе с чиновниками мы, выехав, я думаю, какую-то выработаем единую конструкцию, пригласив туда естественный застройщик. Жители домов по улице Луначарского пришли на прием с инициативой обустроить возле музея «Самара Космическая» парк науки и культуры «Союз». Люди собрали подписи и сами готовы активно участвовать в создании парка. Существует проект. Мы собрали, вот я лично собрал около 300 подписей жителей за создание этого парка. Мы встречались с директором музея «Самара Космическая». И есть у нас подписи заслуженных детей, науки, космонавтов, ученых. Что предлагаю сделать? Нам нужно включить территорию под организацию сквера вашего в программу «Комфортная городская среда» и благоустройство общественных пространств. Нужно туда заявляться. Мы поддержим. Также представитель инициативной группы жителей попросил помощи в благоустройстве двора. Люди хотят, чтобы на территории появились асфальтированные пешеходные дорожки, которые сократят путь к остановке и магазину. Депутат пообещал посодействовать и в решении этого вопроса. Лариса Шлафас, Николай Сидоров. События. Около 300 тысяч семей с детьми от 3 до 16 лет в Самарской области получили единовременную выплату. Ее перечисляют на счет родителя, от имени которого подавалось заявление. Напомним, по указу президента Владимира Путина, семьям с детьми до 3 лет полагается 5 тысяч рублей. От 3 до 16 лет – 10 тысяч. Те, кто не успел заполнить бланк на портале госуслуг, либо в личном кабинете пенсионного фонда, еще успеют это сделать. Заявления принимаются до 1 октября 2020 года. Не стоит отчаиваться и тем, кому пришел отказ. Скорее всего, родитель указал неверные данные, либо вписал не всех детей, на которых полагается выплата. В случае отказа нужно еще раз внимательно заполнить заявление. Очень часто допускают ошибки в реквизитах такого плана. Вместо номера счета указывают номер банковской карты, либо указывают счет не заявителя, а другого родителя. Я также делаю акцент, что заявление и реквизит счета должны быть одного лица. Если заявление от мамы, то и счет в банке должен быть только открыт на маму. Соцработники отмечают свой профессиональный праздник в 20-й раз. Самарских работников соцзащиты поздравили волонтеры. Вручили торт и букеты цветов. Сергей Кизоркин присоединился к празднованию юбилея. Наталья Степина 13 лет на социальной службе. Искала работу после декрета. Остановила свой выбор на этой профессии. С тех пор ни разу не пожалела. Помогать людям, как оказалось, ее призвание. Самарских соцработников с их профессиональным праздником 8 июня поздравили их младшие коллеги. Волонтеры подарили цветы и торт. Некоторые мечтают в будущем тоже устроиться на работу в соцзащиту. В период пандемии они проходят хорошую практику, помогая соцработникам ухаживать за нуждающимися. Это достаточно трудоемкий процесс, который требует достаточного терпения и, можно сказать, такого, не знаю, мужества, что ли, чтобы вот так вот самоотверженно к этому всему относиться и беспрекословно выполнять все эти поставленные задачи. Каждому само собой мы пытаемся найти какой-то особенный подход. Где-то успокоить, где-то как-то настроить на лучшее. Скромный праздник прошел в Центре социального обслуживания населения Центральной. В нем пять отделений. Железнодорожная, Октябрьская, Куйбышевская, Самарская и Ленинская. На попечение 71 соцработника Ленинского района 769 пенсионеров и инвалидов. В период пандемии, естественно, работа осложнилась тем, что на данный момент наши обслуживаемые получатели социальных услуг не выходят совсем из дома. Теперь все это легло на плечи социальных работников. Конечно, стало гораздо труднее. И работа волонтеров – это огромная помощь. В России День социального работника отмечают 8 июня. Праздник установлен приказом президента в 2000 году. Дату выбрали не случайно. В этот день, в 1701 году, Петр Великий издал указ о создании государственной системы социальной защиты. За 300 с лишним лет труд социальных работников по-прежнему востребован. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. В Самаре из-за пандемии коронавируса снизилось число желающих сдать кровь. В преддверии Всемирного дня донора сотрудники Самарской областной клинической станции переливания крови, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, проводят акцию «Безопасная кровь спасает жизни». Каждому неравнодушному подарят памятный подарок. Подробнее расскажет Елена Малютина. На областную станцию переливания крови Андрей Кузнецов приходит, как по расписанию, пять раз в год. Чаще сдавать кровь мужчинам не рекомендуют. Пока Андрей на полпути к званию почетного донора. Сейчас проходит процедуру сдачи крови в 22-й раз. Андрей говорит, приятно осознавать, что это может спасти чью-то жизнь. К тому же он всегда знает, что здоров, потому что перед процедурой проходит обследование. Сдать кровь может любой здоровый человек. За два дня до процедуры нужно отказаться от употребления алкоголя и тяжелой жирной пищи. В день процедуры нужно обязательно позавтракать и взять с собой паспорт. Сдаю кровь с 18 лет. Как-то всегда хотелось помогать людям. Вроде у меня ее много, а кому-то не хватает. Неоценимо важно, потому что, насколько мне известно, сейчас нет каких-то рабочих замен для цельной крови человека. Соответственно, сдаешь кровь, спасаешь людей. А человеческой жизни, опять же, что может быть важнее. В преддверии Всемирного дня донора сотрудники Самарской областной клинической станции переливания крови проводят акцию «Безопасная кровь спасает жизни», чтобы напомнить, насколько важна помощь неравнодушных людей. Особенно сейчас, в период пандемии коронавируса, когда число доноров снизилось. С 8 по 15 июня всем сдавшим кровь на станции переливания дарят памятные подарки. Спасибо, молодой человек, что пришли к нам на сдачу. Вам подарочек от нас, вам нужны рамочками, холодильничек. Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в работу Самарской областной клинической станции. Персонал регулярно дезинфицирует помещение специальными средствами. Все сотрудники находятся в медицинских масках и перчатках. Доноры соблюдают социальную дистанцию и находятся в средствах индивидуальной защиты. В этом году Всемирный день донора, его отмечают 14 июня, пришелся на выходной. Поэтому на станции решили отметить его 12 числа, чтобы поздравить всех доноров с предстоящим праздником. Мы привыкли, что это, как правило, отмечается у нас на станции достаточно шумно и весело. Но, к сожалению, в этом году мы несколько ограничены. Но и тем не менее, мы, безусловно, поблагодарим доноров. Прием доноров будет в этот день по записи, только по записи. Для того, чтобы обеспечить необходимые социальные дистанции. Подробную информацию о том, как стать донором, можно посмотреть на сайте службы крови, который указан на экране. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Православные христиане отметили одно из 12 самых значимых церковных торжеств – праздник Троицы. Ежегодно он отмечается в разные даты – через 50 дней после Пасхи. Центральным местом торжеств в Самаре стал Софийский собор. Почему праздник Троицы считается днем основания церкви и как он связан с космическим направлением развития Самары, знает Олег Зверев. Цветы и березы в храме на Троицу – такой же атрибут торжества, как елка на Рождество. Самый значимый летний церковный праздник всегда приходится на 50-й день после Пасхи. И завершает цикл богослужений, которые привязаны не к солнечному, а к лунному календарю. А на праздник Троица земля травой покроется. Принято считать, что именно с этого дня лето полностью вступает в свои права. Существует также благочестивый обычай – на Троицу украшать храмы и дома цветами и ветками деревьев в знак почитания божественного животворящего начала. Праздник установлен в честь библейского события, которое называется «Сошествие Святого Духа на апостолов». Его каноническое изображение находится над центральной алтарной частью в Самарском Софийском соборе. Помимо Богородицы и 12 ближайших учеников Христа, есть еще один персонаж – в царском венце. Так в иконографии персонифицируется космос – царь-космос. Его изображение в центре храма словно соответствует основному тренду развития Самары – космической столицы. Да и само событие праздника имеет космическое значение. По сути, это день основания Вселенской Церкви. Церковь – это единственное место, где хранится то божественное, святое, чистое. Как бы ни пытались запачкать этот колодец, источник жизни, никогда этого не получится. Во всех храмах Самарской митрополии в полной мере соблюдаются требования Роспотребнадзора. Регулярно проводится дезинфекция на полу обозначенной линии социального дистанцирования. Однако многие прихожане в праздничный день все же решили остаться дома. Тем более, что в интернете и на многих телеканалах были организованы трансляции богослужений из десятков разных храмов мира. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. День рождения Пушкина в Самаре отметили с размахом. Волонтеры читали стихи и отрывки из произведений великого русского писателя в молодежном центре. Параллельно шла онлайн-трансляция в интернете. Кроме того, активисты отправились в гости к пенсионерам. Они разносили пакеты с продуктами и лекарствами и читали классика. Сергей Кизоркин увидел, как это было. Волонтер Евгения Костина поет с детства. В основном русские народные песни. Поэтому, когда пошла работать волонтером, выбрала направление культура. Приобщает самарцев к прекрасному. Александра Сергеевича Пушкина считает одним из величайших поэтов мирового уровня. И с удовольствием спела песню на его стихи во время онлайн-трансляции в интернете, которую организовали самарские волонтеры в честь дня рождения великого русского поэта. Его можно принимать, можно не принимать. Но отрицать его величие и его роль в нашем мире и в культуре, я думаю, что не стоит. Волонтеры задумывали провести пушкинские чтения в день рождения поэта 6 июня рядом с его памятником в сквере, носящем его имя. Но дождь изменил планы. И декламировать произведения Александра Сергеевича пришлось в молодежном центре. Сверхзадача волонтеров культуры – это популяризация творчества, это в первую очередь. Сверхзадача волонтеров культуры – это сохранение культурного наследия России. И непосредственно сегодняшний праздник очень важен для нас, потому что мы хотим сохранять Россию, наш язык. Стихи русского гения звучали в этот день и для ветеранов. Их читали волонтеры, которые отвозили пакеты с продуктами и лекарствами. Сегодня мы поздравили с этим праздником Марию Михайловну. Она сама актриса, поэтесса. Она ведет очень творческую жизнь, любит читать стихи. Поэтому мы с нашим штабом решили поздравить с Днем русского языка и прочитать ей стих. День рождения Александра Сергеевича Пушкина совпадает с Днем русского языка. Поэтому во время пушкинских чтений, которые прошли по всей стране, можно было творчеством великого поэта не ограничиваться и прочесть любые стихи. Сергей Кезоркин, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова